Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и мы возвращаемся в заснеженные края Сибири, но уже в третьей части. Новая игра! Ну что ж, игра предлагает нам выбрать игровой режим. Режим путешествия вас интересует сюжет и вы хотите получить больше подсказок во время игры. Или же приключения вы хотите испытать всю полноту ощущений и получать меньше подсказок, как в предыдущих частях серии. Ну что ж, может быть отправимся в приключения, хотя возможно я об этом скоро времени пожалею. Продолжение следует... Заснеженные края Сибири Населенные мамонтами и другими какими-то совсем уж удивительными животными. А вот наш адвокат Кейт Волкер Населенные мамонтами и другими какими-то, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Родилась в Нью-Йорке, США У нее с собой был американский паспорт С прошлой недели она в клинике Она поправляется, ей уже лучше Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там, до нашего прибытия Я сделаю все, что могу Можете рассчитывать на меня, полковник Ну что ж, Кейт Волкер приходит в себя В какой-то клинике Местные аборигены спасли Жизнь, но похоже По собственной воле мы эту клинику Покинуть не сможем Приключения начинаются Давай, Кейт Волкер Голова Привет, Кейт Волкер Привет Ты кто такой? Ну давай, для приличия поздороваемся сначала Поговорим, Кейт Волкер? Да подожди, подожди Не бойся меня Я не боюсь, я просто пытаюсь разобраться Все Троечка Привет Привет Меня зовут Курк, Кейт Волкер Курк из племени Юколов Ты помнишь Юколов? А где мы? Я плохо помню Была жуткая буря, снег, лед и пустота Мы в клинике доктора Замятина В городе Вальсимбор Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли Это долгий путь Особенный Месяц назад мы нашли тебя полумертвой на берегу реки Мы подобрали тебя и слегка подлечили Потом мы продолжили свой путь Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться Что там? У тебя не хватает одной части тела Бедняжка Почему ты в больнице? Что случилось? Все хорошо, Кейт Волкер? Ну, не знаю Ну, давай, пожалеем У тебя серьезная травма Сочувствую, Курк Спасибо за сочувствие, Кейт Волкер Но ты за меня не волнуйся Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора Сделать мне новую ногу Он наденет ее на меня Считай Словно новая нога вырастет Какие удобные механизмы Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга Помощница доктора Замятина решила Она говорит, что я беспокойный И это единственный способ меня лечить Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени Между тем Мои люди без проводника И ждут меня со стадом Чтобы продолжить путь Очень странно, кстати Почему он привязан Неужели он такой беспокойный До такой степени Он вообще не выглядит агрессивным Человеком Переход, Курк Вернуться, твоя нога Зачем ее колы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Волкер Их шерсть защищает нас от холода Их навоз удобряет наши грядки Их мясо кормит нас Еще мы возим на них грузы и ездим верхом Поэтому мы должны следовать за ними А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Волкер Они идут в священные земли для размножения Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет Редко какой Юкол может похвастать тем Что за всю свою жизнь был более чем в трех таких переходах То есть они мигрируют вместе со стадом этих животных Курк Знакомые Юколы хуже говорили на моем языке Впечатляет В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы Они и научили Я очень быстро учусь, Кейт Волкер Без этого никуда, ведь мне предстоит вести свой народ Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколом И духи очень мудры Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведет наш народ в священном переходе Твоя нога? Извини, но спрошу Твоя нога? Что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном Просто так Чтобы напугать нас и заставить вернуться А я был близко к месту взрыва Кусок камня Вот так Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов пережиток прошлого И племя должно, наконец, осесть Но этого никогда не будет, Кейт Волкер Мы не пойдем против духов А духов Юколы боятся куда больше, чем солдат Что же, Курк Была рада познакомиться Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась У меня все хорошо И мне незачем здесь оставаться Конечно, Кейт Волкер Во дворе наверняка кто-нибудь будет Может и мадам Ольга Мадам Ольга, я так предполагаю Это тот доктор Которому дали указание, чтобы Я не покинула эту больницу Ну, давай пойдем поищем выход Дверь Заперто Есть тут кто-нибудь? Вряд ли тебя кто-то слышал, Кейт Волкер Попробуй нажать на кнопку звонка возле двери Не работает Курк Не работает, Курк Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники Осмотри механизм, Кейт Волкер Может, ты его починишь? Ну, давай, Кейт Волкер Это, наверное, первая наша загадка Которую нам предстоит решить Осмотреть механизм Крепко прикручено Ну, если ремонтировать То нужно будет открутить этот винтик Надо, наверное, отыскать способ Чем я могу это сделать Еда Выйди во двор, Кейт Волкер Да, я пытаюсь Дверь как раз ведет туда Как раз я этим вопросом и занимаюсь Я пробую решить эту проблему Нужно найти что-то, что, может быть, поможет мне открутить этот винт Хорошо, конечно, было бы найти отвертку Но я думаю, что Нож Ну, или какой-нибудь Другой предмет подходящий Может в этом вопросе мне помочь К столу этому подойти нельзя Здесь тоже никак Ну, что же делать Вот тебе и приключения Приключения очень быстро начались Крепко прикручено Крепко Не работает Что же, что же, Курк Ты же все знаешь Что нужно сделать Ну, вот блюдо стоит Может быть, ложка какая-нибудь Или Вилка Я, в принципе, могу Даже этим открутить Но Я не могу с этим взаимодействовать Что же делать Где искать Ничего На этом столе много всего Но я подойти не могу И осмотреть это Ну, давай сюда, Кейт Тоже нет Обидно Я вижу Прям на подносе Лежит нож Почему я не могу С этим взаимодействовать Никак Странно Странно И что Да закрыто Закрыто, Кейт Что же нам делать с тобой О, вот что Можно поворачивать Камеру Под разным углом Что же здесь Нарисовано Итак, для того, чтобы На этой схеме показано Как включить звонок Но я ничего не смогу сделать Пока его не вскрою Осмотри комнату Уверен, ты найдешь Что-нибудь Чем его можно вскрыть Почему ты мне раньше Об этом не сказал Курк А сейчас я могу с этим Да, вот Теперь я могу Посмотреть на эту тарелку Супа Или что это такое Вот лежит нож Взять Или же Вот это должно помочь Попробуй с его помощью Починить звонок Я уже без тебя это знаю Давай, Кейт Что такое? Открутить два винта Ну остался один Открутить этот щиток Ну и наверное Какие-то провода Нужно будет Соединить Ну что не так Опять Я не могу Как-то взаимодействовать С этим винтом Что мне нужно сделать? Отойти Нет Как-то нужно тогда взять Из инвентаря Нож Где мой инвентарь Ну что же так Так Инвентарь Инвентарь Сердце Оскара G Это какие-то документы И вот нож Применяем Оу Получается Надо Крутить Черт Как-то не очень получается Кейт Кейт Не останавливайся Нет Нет Ну зачем Я туда нажал Назад Бери Нет 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 Давай Давай Еще немного Крути Крути Ну-ну-ну-ну Еще чуть-чуть Или уже все Так Наконец-то Не знаю Что делать Может помочь Та схема Которую Ты заметила Раньше Я уже смотрел Эту схему Мне нужно Получается Вставить Этот проводок Ох Как интересно Мне нужно попасть Вот сюда Ну все Цепь Замкнута Что мы делаем Очень необычно Управлять Всеми этими Механизмами С помощью Мыши Может действительно Геймпад Был бы удобней Все Похоже все Наконец-то Так Осталось найти Начальство Молодец Кейт Вокер А я Немного Отдохну Постарайся Перед уходом Зайти И попрощаться Ну что ж Выходим И куда нам Нужно Отыскать Какого-нибудь Доктора Нет Нет Ну зачем Ты Я не хотел Вернуться Но получилось Давай обратимся К этому Ты мне не нужен Я пытался Я пытался Пытался сказать Что мне уже лучше Но они не слушали Непростая Какая-то больница Очень странная Очень странные Пациенты Вроде бы Ничего полезного А вот Дверь Доктор Какой-то там Доктор Странная Аппаратура Для больницы Номер 10 Номер 10 Чем могу помочь Думаю Что я уже Здоровая И хотела бы Уйти Учитывая Ваше состояние Этот вывод Кажется мне Преждевременным И даже Неразумным Номер 10 Какое состояние Все нормально Я в порядке Да И у меня есть имя Ваше психическое здоровье Оставляет желать лучшего Я вам не номер Меня зовут Кейт Уокер Обращайтесь Ко мне По имени Доктор Вот и Превосходный Пример Ваша Агрессивность Боюсь Это может быть Тяжелый Постравматический Синдром Психушка Что ли Вы отказываетесь Меня отпускать Конечно же Нет Мисс Я вовсе Не намерен Злоупотреблять Своим положением Тем не менее Сначала Вам надо будет Пройти Ряд Тестов Которые Должны Продемонстрировать Ваше выздоровление Прошу Садитесь Я Сюда? Как-то нет желания Да-да Не бойтесь Не садись Кейт Не слушай его А Очень Очень странная Диагностика Не беспокойтесь О браслетах Это простая формальность Часть плана лечения Составленного Доктором Ефимовой Что-то мне кажется Ты мне врешь Итак Можно начинать Назовите Пожалуйста Ваше имя Фамилию Возраст И место рождения Ответить Соврать Ответьте Пожалуйста Да сейчас Подожди Я думаю Как Ну давай Ответим Попробуем Меня зовут Кейт Уокер Я родилась В Нью-Йорке И мне 29 лет Хорошо Хорошо Мисс Прибор Пока что Подтверждает Ваши слова Это как Детектор Вы тут используете Детектор Лжи Обычная Процедура Прошу Не волнуйтесь Лучше Расскажите О своих Плеских Вы с ними В хороших Отношениях Мы сейчас Не в ладах Нет Я с ними Не общаюсь Я давно Не говорила С мамой А мой Бывший Жених Ушел К моей Лучшей Подруге Все плохо Вы погрузились В хаос И анархию Мисс Уокер Это Склонность К беспорядку Связана С Гансом Форельбергом И Оскаром Вы постоянно Говорили о них Пока были В бреду Ответьте Пожалуйста Сказать Полуправду Ну давай Попробуем Продолжить Говорить правду Очень непростым Иногда Понимаете Мне казалось Что он почти живой Его создал Ганс Форельберг Ганс был гением Последним В династии Производителей Точных механизмов Мы вместе Путешествовали И попали На небольшой остров В Сибирию Ганс знал Что там осталось Стадо мамонтов Выживших С доисторических времен Ганс был Одержим мамонтами Мамонты Подумать Подумать Согласна Поверить Трудно Но Уверяю вас Доктор Это все Правда Признаюсь Меня интересует Тот факт Мисс Уокер Что в своих Путешествиях Вы контактировали С народом Юколов С кочевниками Которые Которые принесли Вас Вальсенбор Как вам кажется Чего нам стоит Ждать от этого Примитивного племени Дикарей Которые не признают Законы Границы И цивилизацию Мне кажется Не трожьте Дикарей Мне повторить вопрос И они трогать Вас тоже не будут Да не надо Не надо Их нужно Оставить в покое Соврать Я начинаю Терять терпение Я думаю Доктор Что Юколы Живут в гармонии С природой Временем И пространством У них нет Повода Изменять свой Образ жизни Вот отличный Пример Типичного Американского Идеализма Возможно Вам следует Немедленно Вернуться В Нью-Йорк Я уверен Ваши блестящие Идеи Найдут там Должное признание Нет Давай промолчим Понимаю То как вы молчите Уже является ответом Мисс Уокер Все Мне нужно встать И уйти Значит Вы хотите Продолжить Ваше путешествие Опасное предприятие Без цели и смысла Какая жалость У вас ведь было Блестящее будущее В Нью-Йорке Это не вам решать Доктор Полагаю Наша беседа Убедила вас Что мои травмы Не оставили Психических последствий Поэтому Я хотела бы Немедленно выписаться Конечно Конечно Прошу Успокойтесь Мисс Уокер Простите Но я не привыкла К подобным допросам Несколько лет назад Я допрашивал бы Вас по-другому Мисс Уокер Должен признать Я иногда скучаю По старым Добрым Традиционным методам Вы один из последних Представителей Исчезающего мира Мисс Уокер Мира беспорядка По которому Никто не будет скучать Этот ключ Как вы Не структурирован Не управляем Если сможете Покинуть этот этаж С его помощью То докажете Что вы лечились Окончательно Он похож Ключ от лифта Я хотела бы забрать Свои вещи Они вон там Где там? В коробке Не похоже Значит в этом Шкафчике Ну Что не так Обернитесь А Гейт хочет Переодеться Ну Я думаю Что будут Какие-то сложности С этим ключом Посмотрите Свои задания Инвентарь Журнал Я вижу А вот Как посмотреть Задание Я честно говоря Пока не понял Но Думаю У нас Главное задание Это выбраться Отсюда Я думаю Что К выполнению Этого задания Приступим Доктору Ефимовой Не понравится Что вы так взволнованы Может Попробуйте Поспать Плевать На ваши рекомендации Кстати Кейт Давай Осмотримся У нас есть ключ Я понимаю Что нужно Идти к лифту И пробовать Его открыть Ну давай Осмотрим Все Чтобы Ничего Не пропустить Какая-то Зона Отдыха Хороший у тебя Партнер Давай поговорим Привет Привет А вы Собственно Кто Мисс А че ты Так Груб С кем Имя честь Я Кейт 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 Уокер Кейт Кейт Уокер Вы явно Не местная Да И Как же вы сюда попали Кейт Кейт Уокер Меня принесли Юколы Юколы Курокрады Отребье Слабоумное Чума Вальсембур Да Теперь они И нам Решили Подгадить Вы говорите О курке Да Мы уже Двадцать лет В этой клинике С тех пор Как вернулись Из Баранура Слушайте Тут ведь Всегда была Первоклассная Больница Мы Очень Разочарованы Что Мадам Ольга Теперь пускает Сюда Этих Дегенератов Севера Хватит Антон Хватит Адам Ольга Знает Что делает Видимо У нее Есть причины Пускать сюда Этих Грязных Карликов Эммм Двадцать лет Вы тут Правда Целых Двадцать лет Что же У вас За болезнь Нас Друзьями Оставили Для обследования После той Чёртовой Работы В Барануре Мы С Леоном Тут чуть ли Не последние И особо Не знаем Что случилось С другими Должен сказать Там некоторые Совсем Плохи были Ребятам Крепко досталось Счастью Мадам Ольга О нас Хорошо Заботится Нас Прямо Окружили Заботы Да Она О нас Хорошо Заботится Настоящая Леди Я вам Скажу Баранур Баранур? Что за Баранур? Место Такое Чёртова Дыра Вы Расскажете Мне Антон? Это Всё Что я Могу Сказать Кейт Кейт Уокер Не Хочу Вспоминать Вернуться Выход Вы не Подскажете Мне Где Здесь Выход Вон Там Ну Указывает На Лид Пока Не Побеседуете С доктором Монгерингом Да Он Решает Здорового Или Нет Тогда Я Вас Покину До Свидания До Встречи Кейт Кейт Уокер Да До Встречи До Встречи Дружелюбные Ребята Продолжайте Своё Лечение А мне Пора Покидать Эту Клинику Ой Ёй Кейт Ну Ты Попадай Попадай В двери Странно Ну Не должно Жить Всё Так Просто Я Поговорил С доктором Он Мне Дал Ключ С этим Товарищем Я Беседовал Там Клетка С Птицами А Давай Кстати Посмотрим Нужен Ключ Я Не могу Попасть Туда Но Я Правда И Не знаю Зачем Это мне Нужно Мне нужно Сейчас Нужно Ли Это Вообще А что Здесь За дверь С этим С этим Мы Беседовали Кстати Может быть Да Курку Зайти Он же Просил Зайти Перед Уходом И Может быть Попрощаться С ним Там Там Еще Больные Есть Никита Иди Охлади Голову В фонтане Может Болеть Перестанет Хорошие Хорошие Средства Необычная Головная Боль Ну У вас И лечат Гвоздей Череп Насыпали Да Это Серьезно Ты говорил С мадам Ольга Или доктором Мангерингом Нет Может Потому Что Они Гвозди В голову Не засыпали Все понятно Товарищ Беседовать Ты не хочешь Неправда Доктора Лишь Хотят Чтобы Мы Поправились Стоп 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 Кейт А что Там Кейт Я не Вижу Ты Тоже Видела Мамонтов Скажи Персоналу Они Тогда Мне Поверят А Драконов Тоже Видела Ну Похоже На Врачи Или Может Быть Медбратья Санитары Это Все Да Нет Пожалуй Я Уйду Кстати Да Давай Вернемся И зайдем Курку И Попрощаемся С ним Курк Курк Слышишь Мне Надежды Нет Ну Что Пусть Пока Поспит Он Спит Че У меня Такое Подозрение Что Мы Не Скоро Покинем Это Крыло Лечебницы Ну Подойдем К Лифту Кейт И Вот Этот Странный Замок А у Нас Имеется Странный Ключ От Этого Замка Я Думаю Что Здесь Не Все Так Просто Будет Зам С Этим Замком И Я Думаю Что Пробовать Открывать Я Уже Буду В Следующий Раз Спасибо Что Смотрели Меня Пока Пока И До Новых Встреч